Когда мы ставим вопрос об изучении опыта совершения тех или иных богослужений, то сразу оказываемся перед необходимостью обозначить ряд проблем. Главное из них заключается в сложности самого предмета изучения, поскольку опыт часто не фиксируется и не находит отражения в конкретных богослужебных последованиях и текстах. Хронологические границы исследования следует обозначить как 1918 и 1988 годы. От начала открытых гонений на церковь после декрета об отделении церкви от государства до времени их окончания, то есть, наверное, празднования Тысячелетия Крещения Руси. Вопрос совершения богослужений клириками и мирянами Русской Православной Церкви в период большевистских гонений будет ограничен одной лишь Евхаристией, поскольку изучение всего комплекса богослужений и таинств потребовало бы иных ресурсов времени и возможностей. Данная проблематика предполагает разграничение практики в различных юрисдикционных образованиях, что также усложняет задачу. Так сформировалось устойчивое подозрение к опыту обновленцев, даже перешедших впоследствии по домофору патриарха Тихона. Прежде под таким подозрением были также и непоминающие, теперь, впрочем, их опыт признан кафолическим. Следует указать и на опыт старообрядческих общин, а также на опыт разного рода религиозных объединений. Но все эти стороны данная тема, конечно, вместить не может. И мы остановимся только на опыте клириков, которые находились в лоне Русской Православной Церкви, а также непоминающих и перешедших из расколов по домофору патриарха Тихона или патриарха Алексея I. При исследовании встает вопрос, что, собственно, считать источником. При исследовании этого опыта в массиве источников можно выделить материалы следственных дел, свидетельства и воспоминания, мемуары очевидцев, записи проповедей и бесед. Рассмотрение житий, составленных на основе следственных дел, показывает, что подробности о совершении богослужений священнослужители и миряне старались не сообщать. Поэтому более достоверным источником, на наш взгляд, являются не следственные дела и их, так или иначе, так сказать, некоторая переработка, а массив личных свидетельств и мемуарной литературы. Воспоминания и дневники мучеников и исповедников, словецких узников, также протерея Михаила Чельцова, проповеди и письма духовным детям, священномученика Сергия Мечева, архимандрита Тавриона Батосского, священноисповедника Севастьяна Карагандинского, священномученика Анатолия Жураковского, а также мемуары и интервью свидетелей, совершаемых ими богослужений. В частности, воспоминания о совершении богослужений архимандритом Таврионом, ректора нашего института, отца Георгия Кочеткова и Александра Михайловича Коперовского, а также работы Сергея Сергеевича Бычкова и издания, подготовленные Павлом Григорьевичем Проценко. Есть также проблема историографическая, потому что данный вопрос остается малоисследованным, и, например, такие специалисты, как отец Владислав Цыпин, в обобщающем труде по истории русской церкви в XX веке вообще не касается вопроса о совершении богослужений. Ну и Андрей Александрович Кострюков, протери Александр Мазырин, также и другие исследователи фактически эту практику не анализируют. Отчасти эта проблема попала в исследовательский интерес Алексея Львовича Беглова, который в своей монографии «В поисках безгрешных катакомб» частично этого вопроса касается. Однако, собственно, анализа этого опыта с литургической точки зрения не происходит. Архимандрит Роберт Тафт в своей фундаментальной работе «The communion, post-communion and concluding rights» упоминает литургическую практику архимандрита Тавриона и указывает на статью Ильи Семененко-Басина, которая ему посвящена. И также говорит, что этот опыт до сих пор ждет своего исследователя, потому что такого рода статья на момент публикации монографии отца Роберта была, видимо, единственной из опубликованных на Западе. Итак, остается невыявленным разнообразие эфористических практик в период гонений. На сегодняшний день отсутствуют собственно литургические анализы их формы и содержания. Остается непроясненным соотношение этих практик с дореволюционным порядком служения. С решениями Поместного собора 17-18 года. С кафолической практикой других поместных церквей. И неисследовано богословское осмысление евхаристии в разных практиках. Совершение евхаристии, без сомнения, стало в советский период основным церковным богослужением. Именно евхаристию стремились совершать священнослужители, как основное таинство церкви. Попытаемся выявить характерные черты и особенности евхаристического служения в практике новомучеников и исповедников российских. Во-первых, это выявление подлинных границ церкви с помощью евхаристического служения. Совершители были очень внимательны к тому, с кем можно было вместе служить, а с кем нет. Так выявлялась верность Богу и предательство, веры Бога и человека. Особенно это проявилась, такая принципиальная позиция, в служении архиепископа Илариона Троицкого, а также священноисповедника Севастьяна Карагандинского. Известно, что отец Севастьян никогда не сослужил с клириками, о которых было известно, что они замешаны в недолжных связях с советской властью. Богослужение, совершавшееся в домашних условиях, в тесном небольшом собрании, также позволяло оградить святыню от предателей. Второй момент – это созидание евхаристического собрания через возвращение молитве действенности и смысла. Характерными особенностями при совершении евхаристии было чтение так называемых «тайных молитв вслух» ради молитвы едиными устами и единым сердцем всего собрания. Также чтение Писания на понятном русском языке, возвращение Слова Божьего в ежедневную литургическую практику через переход к ежедневному евхаристическому служению, а также литургический катехизис и проповедь в самых разных частях богослужения. Протерей Михаил Чельцов, известный своими воспоминаниями смертника о пережитом, арестованный по делу митрополита Петроградского Вениамина, пишет, что он совершал богослужение в камере и читал псалтирь, апостол и евангелие по-русски. И когда текст стал восприниматься сокамерниками как доступный, он вновь перешел на церковнославянский язык. Архимандрит Таврион Батосский читал все так называемые «тайные молитвы вслух», врата во время литургии не закрывал уже в период своего служения в пустынке, естественно, позволял в богослужении импровизации, вставлял свои молитвы, имея на это вдохновение и силу. Евангелие читал по-церковнославянски и по-русски и после Писания сразу проповедовал. При этом его манера проповеди была диалогичной. Возгласы «Горе имеем сердца, благодарим Господа» отец Таврион всегда произносил лицом к народу. Перед важными частями богослужения призывал сосредоточиться. Центром его служения была чаша Христова. Например, он говорил так «Мы должны этой молитвой жить, этим живи, этим возрождайся». По воспоминаниям очевидцев отец Таврион в начале евхаристического канона в пустыньке всегда облачался в красное, как на Пасху. На евхаристическом каноне оба хора, монастырский и народный, сходились в центре храма, чтобы петь едиными устами, единым сердцем. Отец Таврион призывал к сопричастию друг к другу, преодолению разрывов и разъединений между людьми. Третий момент – это готовность совершать евхаристию при отсутствии внешних обязательных условий. Евхаристия совершается в храме из живых камней, то есть в церковном собрании. Престолом в лесу становится пенек, в доме – обыкновенный стол. И об этом известно из опыта архимандрита Сергия Савельева, который в доме, где жила община в Ферсановке, совершал там богослужение на простом столе. Также в квартире у Николая Евграфовича Пестова и Зои Вениаминовны богослужение совершал в домашних условиях. Евхаристия может совершаться пресвитерами без антиминса в условиях гонений, без облачений, причем можно зафиксировать их отмену вплоть до чистого знака, перекинутой через шею нитки вместо аммофора или епитрахили. Из сосудов использовалось то, что позволяет обстоятельства или то, что можно сделать своими руками. Богослужение совершалось без богослужебных книг, служба совершалась наизусть, если их нет. При отсутствии традиционного вещества таинства использовалось то, что можно было добыть. Клюквенный сок, вода, лагерная пайка, хлебный мякиш, сосновая смола вместо ладана. Часто, по словам отца Тавриона, в лагере, цитата, «храмом и жертвой при всех утеснениях служили грудь и сердце». За неимением престола и его достойной замены отец Таврион совершал литургию на груди, лёжа, а чашей могла быть консервная банка. Это цитата из его одной из проповедей. В ссылках и лагерях отец Таврион продолжал совершать литургию ежедневно, несмотря ни на что. Вот как он сам говорил об этом. Цитата, «В какой-нибудь трущобе, яме, а литургия совершалась, потому что чувствовал на себе призвание Божье, знал историю церкви, жизнь святых, старался быть подвижником, старался им подражать». Из проповеди 27 сентября 1976 года. Известно, что отец Таврион получил благословение на совершение ежедневное служение Евхаристии от своего духовного друга и наставника епископа Павлина Крошечкина. Священник Павел Чехранов, епископ Нектарий Трезвинский и архиепископ Ларион Троицкий совершили полуношницу и за утренню, а после пасхальные часы наизусть в недостроенной пекарне в лагере на Соловках, где были только отверстия для окон и дверей. И как свидетельствует отец Павел, это, цитирую, «Кемская Пасха с владыкой Иларионом в пекарне без окон и дверей при звездном освещении без митр и парчевых рис дороже была для Господа, чем великолепно обставленная Ростовская в залитом электрическим светом кафедральном соборе при участии чудного хора». Конец цитаты. В отсутствие храма в богослужение перемещается во внутренний покой, в дома, в тихие закрытые комнаты. Так служит архимандрит Сергий Савельев, архиепископ Иваново-Вознесенский Амбросий Щуров и другие. Евхаристия совершалась дома на квартире в семье Пестовых, в домашних условиях священномучеником Анатолием Жураковским, священномучеником Сергеем Мечевым. В сарайчике служил расстрелянный впоследствии в Бутово отец Михаил Шик. Святые дары хранились по домам. Литургическое служение становится свободным с точки зрения формы. Целостность церковного собрания, принесение духовной жертвы, связь жертвы Христовой с жизнью собравшихся, выходит на первое место, а внешние условия совершения отодвигаются на последнее. Уходит обрядовая пышность и чинопочитание. Над последним особенно любил пошудить епископ Ковровский Афанасий Сахаров. Четвертое. Изменение частоты совершения евхаристии и причащения по отношению к закрепившейся практике. Как уже было выше сказано, отец Таврион Батоский совершал евхаристию ежедневно в течение более чем 50 лет, неотступно получив благословение на это служение от епископа Павлина. В пустыньку под Елговой, там, где он служил уже в последние годы, к нему приезжали сотни паломников, как ученых людей, так и совсем простых. И он сразу, без дополнительной подготовки и научения, приглашал их к общей исповеди и причастию. Служение архимандрита Тавриона и было таким уникальным научением. По свидетельству отца Георгия Кочеткова, на каждой евхаристии у отца Тавриона происходило созидание живой евхаристической общины, которая в этот раз собралась на литургию. К частому причащению призывал своих чад и сообщинников священномочник Анатолий Жураковский. Цитата. «Стройте же, любимые мои, храм, что начали мы созидать вместе. Чаще и достойнее принимайте святые христовые тайны, и пусть святая Троица будет всегда местом, куда влекутся все ваши желания, устремления, надежды, местом, где ваши сердца делаются единым сердцем, и это единое сердце притворится в сердце Христова». Конец цитаты. Опыт частого, либо еженедельного, либо раз в две недели причащения, существовал и в моросейской общине у Мечевых. И, конечно, сильно отличался от принятой всенодальное время практики причащаться четырежды в год. Реальное погружение в таинство, практическое соучастие в служении, которое совершал отец Таврион, следует признать уникальным явлением практической мистогогии. Следующая позиция, которую хотелось бы обозначить, это побуждение к участию и сослужению всех и каждого, созидание единого собрания служащих Богу людей. Отец Таврион, совершая служение в Спасо-Преображенской пустыньке, привлекал к служению всех молящихся. Цитата из его проповеди. «Раз в церковь в Божию ходим, надо в церкви Божией читать и в церкви Божией петь. Тем паче теперь все люди грамотные, значит, надо принимать самое живое участие в церковном богослужении». Конец цитаты. Будущий архимандрит Виктор Мамонтов, участник тех богослужений, так свидетельствовал о служении отца Тавриона. Цитата. «В пустыньке многое было не так, как дома, в пустыне жизни. Там придешь в храм, переполненный людьми, и тебя никто не спросит, откуда ты, какая у тебя нужда. Здесь тебя встречают как родного, знаемого, с вниманием и любовью. Там, как потребитель, стоишь и слушаешь, за тебя читают, за тебя поют, за тебя причащаются. Здесь все участвуют в богослужении, все священники. Батюшка служит не вместо народа, приехавшего к нему, а вместе с народом. Постоянно вовлекает всех в службу и словом, и делом». Дальше цитата из отца Тавриона. «Поем всею церковью, постараемся все как один петь», продолжает отец Таврион. «За тебя приносится жертва, тебе нужна помощь Божия, не будь слушателем, будь участником». Потом следует снова его призыв. «Наступают минуты, когда мы будем петь, тебе поем. Старайтесь, братья и сестры, петь как один, как одно сердце, как одни уста, открытую верою, уверенной бодростью. Проявим Господу Богу нашему преданность. И все поют не только веру и Отче наш, а всю службу от начала до конца». Следующая позиция – это стремление продолжить Евхаристию в служении Богу и ближним, церкви и миру, умножением Христовой любви. Ответственность за жизнь церкви и мира как плод евхаристического служения и причащения. В одной из проповедей отец Таврион так раскрывает назначение служения, которое совершалось в пустыньке. «Мы вас встречаем как детей Божьих и преподаем вам то, что велел нам Господь. А что нам велел Господь? Господь велел нам прощать вам грехи. Господь велел совершать для вас великое таинство. И вот вы, дорогие наши богомольцы, приходите к чаше Христовой. Эти моменты имеют неизгладимое для вас впечатление. Мы тоже вас принимаем, потому что каждый из вас лично приходит ко мне, говорит отец Таврион, рассказывает свои трудности, свои духовные переживания. Это объединяет нас. Мы видим в вас выполнение воли Божьей, которая лежит на нас. Наше назначение в том, чтобы вам служить, а если не будем служить, то никакого предназначения нашего мы не исполняем. Так мы стараемся взаимно восполнить то, что лежит на каждом из нас. Конец цитаты. Кроме того, отец Таврион все время указывал на ответственность каждого за жизнь церкви и говорил, что в каждом деле нужно трудиться в тех условиях, в которых вы находитесь. Тогда можно надеяться на рост церкви Божией и ее сохранение. А если мы все так оставим, будем считать себя неответственными, то горькая, страшная участь ждет нас. Что сказано? Отнимется от вас царство и дастся народу, поверившему мне. А кто со мной не собирает, тот расточает. Значит, мы не только церкви Божией не помуществуем, а последние остатки хороним. Конец цитаты. Следует также указать и на уникальные особенности, которые раскрылись в жизни общин и братств, таких, например, как недавно открыты нами при участии исследований в нашем институте братствах епископа Макария Апоцкого, епископа катехизатора. Он получил на свое служение катехизатора благословение патриарха Тихона. в его братстве сочинялись также и некоторые молитвенные тексты, в частности, и перерабатывались уже известные, в частности, в этом братстве родилась молитва, которая называется «Перед вкушением чаши благословения», кажется, так. Цитирую. Братчики читали ее перед причащением. Еще веруем, что всем святом хлебе Ты открыл нам тайну святого единства, тайну тела Церкви Твоей, и призываешь нас быть участниками и строителями тела Церкви Твоей. Ты, удостоивший нас откровения и познания этих великих тайн, удостой нас и крещения Святым Духом Твоим, дабы облеченную силу и свыше будем мудрыми строителями тела Церкви Твоей и исполнителями Нового Завета в крови Твоей запечатленного. Конец цитаты. Также через преодоление индивидуализма в общинном и братском характере молитва раскрывалась и продолжалось служение за пределами литургии. Известно, что у отца Тавриона Батосского была идея, которую он часто повторял, о том, что чашей собственно стоит мир, чашей держится мир. И поэтому он обращал внимание собравшихся вот на что. Через вас в организм человечества вливается оживотворяющая сила Божья. Через вас усердие к чаше, через ваше усердие к чаше сохраняется его бытие. То есть он связывал евхаристическое служение вообще с тем, что этот мир будет стоять. И известно, что его слова были такие, этот мир стоит до тех пор, пока совершается евхаристия и пока есть чаша Христова. Последнее, может быть, что стоит отметить, это готовность соединять традиционность и новизну, трезвенное отношение к букве и следование за Духом Божиим. Ну, уже было сказано о том, что отец Таврион позволял делать некоторые литургические вставки, комментарии. также появляются новые возможности, скажем так, в несении служений, в том числе и женщинами. Сергей Иосифович Фудель в книге «Остенцеркви» упоминает о том, что женщины могли передавать запасные дары в места заключения священникам и епископам, и можно говорить о возрождении деканического служения женщин. В любом случае, все описываемые примеры указывают на то, что общинный и братский характер богослужения противолежит идее индивидуального освящения. Следует также отметить новую тему, которая возникает, например, в молитвах, сложившихся в братстве епископа Макария Апотского. Могу просто поделиться тем, что мне никогда прежде не доводилось такого видеть. В достаточно традиционных молитвах, обращенных к Богоматери, молитва, которая была написана в этом братстве, имеет прошение «Испроси у Господа для нас дар апостольства». Вот, честно признаюсь, мне никогда в традиционных молитвословиях Богородицы ничего подобного не встречалось. В исследуемом опыте служения Евхаристию новомучников и исповедников мы наблюдаем восстановление связи между верой, молитвой и жизнью, пророческую свободу в совершении молитвы. Все особенности проверяются жизнью, определяются христианской совестью и знанием подлинной традиции церкви. Богослужению возвращаются общины, братский дух апостольской общины, христовая любовь. Данный опыт был не просто поддержанием культа, но служил формированию церковной жизни и был подчас единственным выразителем ее полноты и качества. Последняя тема, которую я хотела затронуть в своем сообщении, это, собственно, проблема восприятия опыта новомучеников и их служения, евхаристического служения, в современной литургической практике. Как было сказано в начале, наиболее сложным с исследовательской точки зрения является опыт, анализ опыта, как освященный подвигом новомучеников и исповедников, так тем более наш современный опыт. К сожалению, следует констатировать, что литургический опыт новомучеников и исповедников сегодня воспринимается в Русской Православной Церкви как ситуативный, то есть определявшийся исключительно внешними обстоятельствами. Он не воспринимается пока как единое целое. И во многом это объяснимо, так как сам опыт еще в достаточной степени не обобщен, не собран, не исследован и известен только в основных практических частях. Главной проблемой, на наш взгляд, остается непризнание его литургической и экклезиологической значимости и, следовательно, необходимости перемен в существующем строе богослужения. В настоящее время на основании известной на сегодняшний день поместной практики можно заключить, что в Русской Православной Церкви этот опыт воспринят только фрагментарно. В течение патриаршества Алексея II следование такого рода попыткам жестко пресекалось, о чем свидетельствует, например, путь священника Георгия Кочеткова и не только его одного. Сейчас намечаются в этой области некоторые изменения к лучшему. Так, благодаря патриарху Кириллу постепенно вводится богослужение с открытыми вратами во всех кафедральных соборах и ставропегиальных монастырях. Несмотря на это, например, на Рождество в том храме, который я регулярно посещаю в Новодевичьем монастыре, все время пытались врата закрыть. Предстоятель врата закрывал, тут же выходил дьякон и их открывал. Очевидно, что проблемы здесь еще существуют. Также в праздник Рождества Христова было патриаршее благословение совершать литургию с открытыми царскими вратами везде. В некоторых кафедральных соборах чтение Писания совершается лицом к народу на русском или понятном народу языке. Так, например, ключарь Храма Христа Спасителя сказал о том, что теперь апостол там читается по благословению патриарха на русском языке. Реже встречается чтение литургических молитв вслух. На приходах этой инициативы часто наказуемо. Общее пение. Следует отметить, что именно о таких изменениях велись дискуссии, как мы сегодня слышали, еще в предсоборное время и на Поместном соборе 1917-1918 года, то есть до наступления гонений. И сейчас все эти изменения давно и широко вошли в практику православных церквей в Европе и в Америке, но не в России, к сожалению, пока. Остаются в целом невоспринятые экклезиологические завоевания новомучников и исповедников. Здесь следует обозначить действенность любого богослужения, сослужение всего народа, свободное от клерикализма единства евхаристического собрания, осмысленное совершение молитвы всеми участниками, литургическое творчество и написание новых молитв. К сожалению, даже научные изыскания литургистов в области церковной традиции пока не могут повлиять на состояние формуляра литургии. Общепризнанные, разрушающие смысл вставки в анафоры Златоуста и Василия, такие как «Тропарь третьего часа», слова «Приложив духом твоим святым в литургии Василия Великого» по-прежнему остаются на своих местах. Устав о совершении литургии в определенные дни после полудня ближе к вечеру также не исполняется. На приходах великим постом повсеместно литургия прежде священных даров совершается по утрам. Тем не менее, в последнее время были предприняты важные шаги, свидетельствующие о желании сделать богослужение более целостным и открытым. Одно из ключевых определяющих решений заключается в принятии после открытого обсуждения документа, который называется «Об участии верных в Евхаристии», который при подготовке претерпел серьезную эволюцию. И, как говорят, ключевые изменения в нем были произведены благодаря личному вмешательству патриарха Кирилла. Как вы знаете, в начальной стадии подготовки он назывался «О подготовке к причащению». Я думаю, вы различаете на слов, что это сильно отличается от названия «Об участии верных в Евхаристии». Перенесение акцента с пассивного принятия на действенное участие уже следует признать серьезной победой. Фрагмент, который прямо ссылается на опыт новомучников и исповедников, апеллирует к опыту частого причащения в годы гонений. Цитирую документ. «Исповеднический подвиг церкви в годы гонений XX века побудил многих священнослужителей и чад церковных переосмыслить существовавшую ранее практику редкого причащения. В частности, в 1931 году Временный Патриарший Синод в своем постановлении от 13 мая указал «Пожелание касательно возможного частого причащения православных христиан, а для преуспевающих из них и ежевоскресного признать приемлемым». Конец цитата. Несмотря на важные решения, документ об участии верных в Евхаристии остается в целом достаточно противоречивым. Наряду с разрешением совершать литургию прежде освященных даров вечером, что очень важно, дозволением на частое причащение, нормализацией поста для часто причащающихся и облегчением порядка исповеди, данный документ все равно сохраняет ветхозаветное отношение к женщине-христианке, отказывая ей возможности причастия в дни так называемой нечистоты. При этом несколькими строками выше было указано на главные условия для причастия – чистую совесть. Подводя итог, можно сказать, что литургический опыт новомучеников и исповедников российских для Русской Православной Церкви по-прежнему актуален. Можно надеяться на то, что он постепенно отдельными шагами будет нами воспринят и унаследован целиком, несмотря на порой встречающееся глухое сопротивление ему, в том числе на уровне представителей церковной иерархии. Недалее, как на рождественских чтениях, один церковный иерарх утверждал на секции, что причащаться нужно самое частое раз в месяц и никак не более. Многие святые мученики и исповедники уже имеют местное почитание, такие как Святой Севастьян Карагандинский. В российской глубинке некоторым из них даже ставят памятники. Однако такой светильник церкви, как Архимандрит Таврион Батосский, не имеет даже местного, не то что общецерковного почитания, в отличие, например, от Матроны Московской. Однако народ церковный, к сожалению, по-прежнему практически удален от активного участия в богослужении. Тексты молитв и писания остаются народу в основном недоступными. Разделение между алтарем и храмом сохраняется, молитвы по-прежнему не слышны, и народ не может в них участвовать. Литургический катехизис практически отсутствует, язык богослужения остается в основном непонятным. Песнопения исполняются так, что им невозможно подпевать. Священное Писание на систематическом основании в богослужении не задействовано, я имею в виду синоксарное богослужение. Живая литургическая проповедь остается по-прежнему редкостью. В итоге народ не воспринимается как сослужитель, но никто толком и не учит его, что значит служить Богу во время храмового богослужения. Тем не менее, стремление к обновлению церковной молитвы, свободное от какого-либо обновленчества, в нашей церкви есть. Пока считается, что скудость внешних условий и особенности практики новомучеников и исповедников российских определялись ситуацией гонений, а в настоящее время гонений нет, следовательно, можно не принимать во внимание эти особенности и вернуться к прежним дореволюционным формам богослужения. Однако важны и эти особенности, а еще более то, что члены церкви должны быть не потребителями, а участниками совершающегося богослужения, служить Богу и сердцем, и умом, не разделяя веру, жизнь и молитву. Подчеркнем, не в том дело, что если мученики могли служить без облачения и сосудов, то и нам, как некоторые думают, от них следует отказаться. Нам следует воспринять как литургические, так и экклезиологические завоевания новомучеников и трудиться над тем, чтобы унаследовать их глубокое знание церковной традиции и любовь к ней, и готовность следовать воле Божьей даже при угрозе собственной жизни. Благодарю за внимание.